— Расскажите нам, пожалуйста, о том, как священники критикуют Русскую Православную Церковь. — Да, это очень важный вопрос. Буквально вчера состоялась в Москве научно-богословская конференция под названием «Тайны беззакония в действии». Председательствовал на этой конференции известный идеолог, учёный, монархист Осипов Владимир Николаевич. — Я поприсутствовал на этой конференции. Там звучали характеристики по поводу революции 1917 года. Описывалась эпоха Российской империи, которая занимала ведущие позиции во всём мире по промышленности, по вооружению и так далее. Но в то же время со стороны некоторых спикеров звучала резкая критика Ватикана. — Дескать, Ватикан со своим католическим проектом — это главная угроза для православия сегодня. То есть это главная угроза для России. Вот вдумайтесь в это. То есть не либерализм, а Ватикан является главной угрозой для России. Также звучала критика по отношению к элитам Британской империи, по отношению к Роутшильдам и так далее. При этом мы все знаем, что официальная позиция Русской Православной Церкви на сегодня заключается в том, чтобы сблизиться с Ватиканом, чтобы стать партнёрами с Ватиканом. И подтверждением этому является встреча патриарха Кирилла, недавняя встреча на Кубе с Папой Франциском. Так вот, на конференции вчерашней звучала резкая критика такой политики Русской Православной Церкви со стороны некоторых священников. В чём же дело? В чём всё-таки суть этого вопроса? Я как бы выскажу свою позицию. Дело в том, что Ватикан — это в первую очередь старые континентальные европейские элиты, которые проиграли и Первую, и Вторую мировую войну. До 1916 года, до Первой мировой войны, хозяином всей мировой системы был так называемый монархический эстеблишмент, за которым стоял как раз клирикальный эстеблишмент, без различия конфессии. И причём Ватикан в этой конструкции занимал особую позицию, так же, как и особую позицию занимала Русская Православная Церковь. Так вот, значит, дело в том, что после Второй мировой войны, мы это видим, исчезла иерархия в обществе. И вот этот монархический порядок был разбит, появился либеральный порядок. Церковь утратила свои высшие функции, монархия стала сегодня декоративной. И в итоге, к чему мы пришли? Мы пришли сегодня на дворе 2017 года, мы пришли к глобализму, к полной одинаковости и к абсолютному разочарованию. Вы вдумайтесь, сегодня 60 человек контролируют 90% мировых богатств. Сегодня мир стал гораздо хуже и несправедливее, вдумайтесь. И в России то же самое, 300 семей контролируют все богатства России. Понятно. А можно сказать, что за счет двух мировых войн у нас получилась либерализация мира достаточно? Но при том, что происходит либерализация и еще происходит концентрация капитала в достаточно узком круге людей. Да, к этому мы пришли как раз. Вот я напомню, что во времена Российской империи было совершенно не так. 15-20% контролировали олигархии во всем мире, а сегодня они контролируют 90% мировых богатств. То есть, в итоге, после того, как монархический истеблишмент рухнул, а он как раз подразумевал религиозную матрицу, подразумевал альтруизм, подразумевал идеализм. Вот эта парадигма рухнула в 1945 году. И появился вот этот либеральный порядок, в основе которого лежит максимальный комфорт для сильнейших. Вопрос такой, значит, если вот эти люди отжали все блага и богатства в свой узкий круг, кто за ними стоит? За ними стоит либеральный клуб. Это достаточно такая серьезная структура, которая включает в себя разные комитеты. Комитет 300, Римский клуб и так далее. Ее, значит, необходимо изучать, эту структуру. Но самый главный вывод, который я хочу сделать, он заключается в следующем. Вот сегодня в Европе просыпаются консервативные силы, которые проиграли и в Первую, и во Вторую мировых войнах. Кого я имею в виду? Это Мари Липен, это Сириза в Венгрии, это Фион во Франции. То есть, вот эти фигуры, они пытаются противостоять вот этой либеральной системе, как господству чистой несправедливости. И в Русской Православной Церкви этот процесс понимают. Более того, элиты России понимают, что происходит в Европе. И вдруг начинают звучать лозунги от православных идеологов, что, дескать, РПЦ — это зло, что Ватикан — это зло. Это главная угроза православию. Но это же не так. И это еще косвенным образом подтверждает то, что сегодня усиливаются позиции либералов в России, усиливаются позиции неоконов за правила миссии доллара США. И усиливаются позиции, самое главное, ордена ельских иллюминатов в России. Понимают ли это те, которые критикуют РПЦ? Я думаю, что они этого не понимают. А вот силы, которые стоят за Навальным, это понимают и это стимулируют. Я напомню, что Навальный в свое время закончил Ельский университет в Нью-Йорке. Именно в Ельском университете был создан как раз этот орден череп и кости. Это орден ельских иллюминатов. Поэтому этот факт является ответом на многие вопросы, которые сегодня задаются. И поэтому каждый зритель пусть поразмышляет насчет этого и пусть делает определенные выводы. Ясно. То есть получается так, что в нашу РПЦ проникли люди с либеральными взглядами или как-то они там перекрасились, мозги у них переделались? Я думаю, что те люди, которые критикуют сегодня Ватикан и критикуют РПЦ, они сами этого не осознают. Они являются инструментариями тех сил, которые я описал, которые стоят за Навальным. И этим силам выгоден конфликт между Россией и Германией. Им очень выгодно, чтобы натравить Россию на Европейский Союз, ядром которого является Германия на сегодня. И эти силы как раз заинтересованы, что в результате вот этой схватки они окажутся над схваткой и в итоге продлят свое существование.